Здравствуйте! Сегодня мы вновь продолжаем серию передач «Вопросы о религии». Тема наша – ограничения во время Рождественского поста. Рождественский поста Великий пост длился неделю, 7 дней, но на Константинцопольском соборе в 1166 году при патриархе Луке Хрисоверге и императоре Мануиле был установлен пост рождественский, продлевать до 40 дней, и поэтому еще в древние времена его также называли как Великий пост Святой Четверхдесятницы, для того чтобы каждый христианин мог достойно приготовить себя к одному из самых главных праздников – Церкви Христово и Рождеству. Самые главные праздники в 1266 году – Пасха Христово и Рождество Христово. И вот для того, чтобы подготовить человека к достойному принятию этого праздника, Церковь установила с 12 века поститься 40 дней. Но пост рождественский не такой строгий, как Великий, разрешает справлять в отдельные дни рыбу, вареную пищу с растительным маслом. Но самое главное, конечно, каждый христианин во время поста должен подумать о своей жизни, о совершенных ошибках, о грехах и постараться их исправить за это спасительное время поста. Пост – это время ошибок, время работы над ошибками в своей жизни. Вспомним школьные годы, когда мы писали контрольные работы, то после того, как преподаватель нам объявлял оценки, мы, сидя в классе, писали работу над ошибками. После диктанта, после сочинения. Вот также здесь время поста – это время исправления ошибок в своей жизни, исправления своих грехов. Поэтому самое главное, человеку в это время спасительное осознать свои грехи и постараться хоть немножко, но и справиться в них. Вот в этом смысл, духовный смысл содержания любого поста, как бы он ни назывался, в избавлении от греховных страстей и привычек, в исправлении своего внутреннего человека и приближения к Богу. Иногда спрашивают, на каких службах во время рождественского поста обязательно нужно быть христианину. Ну, скажу так, церковный устав предписывает каждому христианину по возможности быть на богослужении каждое воскресенье, потому что каждое воскресенье – это маленькая Пасха. Не случайно тот день, когда Христос воскрес, после субботы, мы называем воскресеньем, в честь воскресения Христова. И поэтому каждый христианин, если позволяет ему здоровье и работа, возможность, все-таки должен быть на воскресном богослужении. Ну, это во-первых. Ну, а во-вторых, во время рождественского поста есть великие праздники, как видение во храм Христовой Богородицы. Сочельник крещенский желательно тоже побывать на богослужении. Ну, конечно, праздник светлого Рождества Христова встретить в храме Божьем, причастившись, поисповедавшись, то есть соединившись со Христом. Самое главное богослужение в Церкви Христовой – это литургия, потому что там совершается божественная Евхаристия, когда по милости Божией и по молитвам священников к хлебу и вину прилагаются божественные свойства тела и крови Иисуса Христа. Поэтому, когда мы с вами причащаемся, то мы причащаемся истинным телом, истинной кровью нашего Спасителя. То есть сам Христос входит в нашу душу, в наше тело, освящая нас изнутри. Это самая большая благодать, которую каждый человек верующий может получить на этой земле в таинстве причащения, в таинстве Евхаристии. Поэтому, чем чаще мы будем причащаться, особенно во время поста, тем лучше будет для дела спасения нашей с вами человеческой души. Вот я и желаю всем каждое воскресенье посещать Храм Божий, побывать в нашем храме в Сочельник Крещенский, ну и, конечно же, вместе с нами встретить достойно праздник Светлого Рождества Христова, причастившись к святых христовых тайнам. Субтитры создавал DimaTorzok